Если вот корыта у нас в основном все вот такие, а здесь еще вот вставки сделаны, чтобы не рассыхалось, не выгибалось. Чтобы не сидеть у разбитого корыта, мастера придумывали различные способы продлить жизнь этим предметам обихода. Подобные вещи уже редко можно встретить даже у старожилов в деревнях. В этой комнате их с изобилием. Рядом стиральная машинка, автомат на старинный лад, есть и гладильная доска. Полу сыруя, выжатая ткань, наворачивается какое-то изделие. Это валек или рубель, кто как называл. Здесь еще как бы с каким-то приукрасом. Все, ложили на этом же, где стирались, на досках или где, и все, и поехали. Катают, крутят, вот оно и гладит, и отжимает еще. Кладезь по-настоящему ценных вещей находится в музее в селе Бетимка. Их владелец Владимир Шердаков собирал практически всю свою жизнь. Часть предметов ему достались еще от его деда. Например, старинное радио. Что-то мужчина собирал уже сам. Многие заходят, о, романтика вот. Это ж я такой вот цар мне пришел, купил, понимаешь, на первую зарплату. Первый парень на деревне. Вот с этого потихоньку, как бы, тут есть и фотоаппараты, которые, ну, мои, да. Большинство экспонатов отдавали соседи, друзья, знакомые и даже незнакомые люди, когда узнавали об увлечении Владимира стариной. Так накопилось более тысячи экземпляров. В местном клубе в Бетимке выделили под музей целую комнату. Ежедневно сюда приходят взрослые и дети. Нередко приезжают туристы. Многие возвращаются. И не один раз. Зайдя первый раз сюда, конечно, я все не смогла охватить. Были здесь не один раз. Очень интересные предметы старины, да, из быта, как наши бабушки, дедушки жили, чем они пользовались. Очень интересно, много деталей, маленьких предметов войны. Да, там даже пуговки есть. Абсолютно все экспонаты можно потрогать руками. Например, почитать выпуск «Комсомольской правды» 13 апреля 1961 года. Номер посвящен успешному полету Юрия Гагарина в космос. Покрутить ручку старинного патефона. В былые времена его цена приравнивалась к стоимости коровы. Или запустить проигрыватель.